Ну что, привет мои дорогие друзья, еще раз мы тут разобрались, покопались, я уже изложил свою версию в частном канале Телеграм, но там лонгрид, как говорится, очень много читать, попробую рассказать и вам. Итак, я просто не знал, что начали давать уже признательные показания, и уже пойманы прям все исполнители этого ужасающего теракта, целью которого было уничтожение Захара Прилепина. Я не слышал вот этого вот, здесь меня смутили две вещи, первое, завербован спецслужбами, ну так говорят обычно, когда не знают, что сказать, потому что ну как бы завербован, ну это ладно, может придираюсь, да, но второе, противотанковые мина, ого. В 2018-м был завербован украинскими спецслужбами, 22-го года заехал на территорию Российской Федерации с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина, способ убийства, дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами, сожалею с идеями. Ну что ж, мы слышим версию про противотанковые мины. Если бы Следственный комитет Российской Федерации не был уверен в том, что это так и произошло, зачем же им нужно было выдавать именно этот отрывок? Вот это вот отрывок, который они выдали. Ну там я начало обрезал, там он рассказывает, что он уроженец там какой области. Почему они выдают этот отрывок? Две противотанковые мины? Ого, давайте посмотрим на место, где это произошло. Вот мы видим, что Захар Прилепин не доехал. Значительное достаточно расстояние, как мы можем судить, до своего дома. Автомобили его Q7 Audi перевернут, запчасти разлетелись. И мы видим после этого воронку. И когда мы видим воронку, даже люди, неискушенные во взрывном деле, вдруг приходят в замешательство. Потому что это не похоже на действия противотанковой мины. Какие противотанковые мины мы имеем? Конечно же, хорошо было бы сказать, там были мины натовского производства. К примеру, это было бы красиво и звучало бы хорошо. Но дело в том, что там было две мины, сработала одна. То есть, вторая уже много людей видела. И поэтому выдать какую-то дичь про то, что это натовского производства. Или, например, какого-то израильского. Но это будет не очень. Мины, скорее всего, на 100% эта мина, это ТМ-62М. Это вот эта вот красавица. Эта красавица весит на секундочку 10 килограммов. Потому что в ней очень-очень много тротила. И мы возвращаемся к тому, что воронка не сильно похожа. Более похоже на первоначальную версию, которую выдали. Вы заметили, как правоохранители выдавали версии? Одну, вторую, потом третью, четвертую, потом вернулись ко второй и так далее. Мы слышали о том, что Захар Прилепин высадил свою дочь. И я даже повторил то, что сказали они. Что он высадил свою дочь. Мы слышали о том, что... Ну, короче, что-то странное мы слышали. Где я высадил дочь? В лесу, что ли? Ну, не в лесу. Эту версию мы вообще убираем. Мы смотрим на воронку и понимаем, что, скорее всего, взрывное устройство было установлено под днищем. Или под капотом, как тоже говорили. Под капотом. Тут есть нюансы. Q7 это не Жигули. Гвоздем не откроешь. И если проникает кто-то под капот, установить такую фигню какую-то, да, то это, конечно же, заметно. Причем, почему она срабатывает именно в том месте? Именно почему в том месте, да? И говорят, что дистанционно привели в действие. Хорошо. Это раз. Два. Под капотом какой смысл устанавливать? Дело в том, что мины устанавливаются в центральной проекции. Где нет преград, трансмиссия, двигатель. Зачем устанавливать под капотом? Зачем огород городить? Засунул вниз, да? Главное, чтобы опять-таки, чтобы не под двигатель. Потому что тогда не получается поразить людей, которые едут в салоне. Теперь смотрите, друзья. TM62M. Если ты едешь не в бронированной капсуле, да? Ну, если у тебя автомобиль не бронированный, причем определенного уровня, то ты труп, тебя нет. Это без вариантов. Можно было сказать, 99% что ты труп. Нет. 100% то ты труп. Как эти мины располагаются на дороге? Любой профессионал или даже полупрофи понимает, что такого рода мины устанавливаются в шахматном порядке, чтобы наверняка, чтобы автомобиль не проскочил мину. Здесь устанавливаются две. Устанавливаются откровенно нелепо. Это не лепится. То, как они были установлены. Эти мины. Две не устанавливают. Дорогу, которую мы видим там на полтора автомобиля. Это не узкоколейка. Мне говорили, установили они их в колею. И поэтому, мол, все. Примем ли мы эту версию? Да, пускай даже так. Но только тогда вопрос возникает. Два человека закладывают мины. 20 килограмм. Они тащат. Сейчас мы дойдем до интересного тоже. Они тащат 50 километров. Закладывают их. И не знают, как при этом их закладывать. Ну, как бы. Ну, ладно. Пускай. Ну, поручили непрофессионалам. К примеру, да. Но на ютубе ты такому не научишься. Взрывному делу не научишься на ютубе. Но, тем не менее, вот они идут. Устанавливают. Устанавливают лишь бы как. В итоге происходит какой-то странный подрыв. И прилепен жив. Еще раз повторю. Если он ехал не на бронированном автомобиле. А мы видим, что это не бронированный автомобиль. То шансов выжить не было бы. Господа сработали совершенно непрофессионально. Они не пропускают авто вперед. Авто перевернуто. Это говорит, опять-таки, в пользу того, что, скорее всего, мина была заложена под днище. Авто перевернуто. Вы понимаете, в чем фишка? Помимо того, что там разлетаются осколки. Есть еще вторичные ранения. Такие, как ожоги. Ранения корпусом и так далее. Авто так разорвало буквально. Разлетелись какие-то осколки. При таком не выживают. Я не хочу сказать ничего там плохого. Слава Богу, как говорится. Может быть, первый случай в истории. Но все-таки все говорит в защиту того, что это было устройство, которое располагалось внизу МТС. Механического транспортного средства. Вот что странно. Зачем же тогда выдают этот дичь по поводу того, что это противотанковые мины? Зачем их устанавливать, отправили туда откровенных дилетантов? И теперь вопрос, куда? Смотрите. Некоторые журналисты российские ошибочно назвали местность Пионерская. Это не Пионерская. Это Пионерский. А это два разных места. Дело в том, что в Пионерском три дома и пять человек. Не заметить там каких-то чуваков, которые закапывают вот такие вот бандуры. А закопали, вы видите где? Не в лесу почему-то. Потому что в лесу это было бы идеальным вариантом. Но они почему-то закопали их уже на подъезде. Там, где их однозначно видели местные жители. Которых там совсем немного. То есть, знаете, как бывает? Тысяча человек. Ну, кого-то ты не знаешь. Нет, здесь все знают всех. Однозначно. И вот два мужика. Закапывают две бандуры по 10 килограммов. В общей сложности 20 килограммов. И как бы, и что? Ну, как они туда добираются? Это же тоже вопрос. Дело в том, что добраться туда можно 50 километров ехать по таким ухабинам, что дальше некуда. 50 километров преодолеваются в течение часа. 15 минут. Час 15 минут. 50 километров. Это еще если постараться и на хорошем джипе ехать. На простом автомобиле ты туда так не доедешь. Это невозможно. Это настоящая глухомань. Оно там находится прямо возле реки. Не забыл, как его название. Нака. Оно прямо там возле реки находится. И его дом прилепен как раз там возле реки. Теперь смотрите, резюмирую. Два мужика едут. Но сначала они где-то находят две. Пускай им закладку сделали. И не находят ничего умнее, чем две противотанковые бандуры. Они их укладывают в автомобиль и начинают ехать. 50 километров по колдобинам таким, где вытряхивают все внутренности. И вот они доезжают туда, где их уже могут видеть. Там закапывают две эти бандуры. Один из них садится проводить какие-то проводки. Да? Условно говоря. Это скорее всего. Контролируемый подрыв. И он должен видеть. И он остается сидеть в лесу и ожидать Перелепина. Вот он сидит. Там происходит этот подрыв. Он убегает, но недалеко его арестуют. Друзья мои. Что-то здесь не так. Ну вот скажу прямо. Что-то здесь не так. У меня есть подозрение, что это все значит. И что это был за подрыв. Но я, знаете как говорится, не хочу бежать впереди паровоза. Я еще посмотрю на это появление этих новых версий. Но версия о том, что они закопаны были в грунт противотанковые мины. Выглядит пока что чистой дичью. И для чего скармливают такую чистую дичь? Ну, я не знаю. Плюс второе, что очень странно. Кипиша хватило на полдня. На полдня. Я, конечно же, могу сказать, что сегодня все бухают. И всем на все все равно. Но это же как бы немножко не тот случай. Хотелось бы, конечно, услышать Перелепина. Но его с момента покушения ни разу еще на момент записи этого видео не показали. У меня все. Пока.